Всем привет! В Арканабли Хобби Отдых! Сегодня я хочу выплавить из свинца джиги так называемые Stank Up Spinnerbait. Вот такие модельки. Вот он. То есть, когда делаешь проводку, он у тебя скачет, соответственно лепесток завихряется, играет, что привлекательно очень для щуки судака. Наверх одеваешь обычного яброхвостика и он тоже играет дальше. Нам для этого понадобится молд. Вот он молд. У меня двутоские молды. Я покупал их по случаю в Америке. Вот они. Уже здесь заложил я. Значит так. Нужны вот такие вот свинцы. Десятый номер, на который будет крепиться лепесток и сам крючок. Крючки у нас вот такие вот, немного изогнутые. Значит 22 грамма, 22 грамма, 14 грамм, 10 грамм, 8 грамм и 5 грамм. Значит вот они свинцы у меня в коробочке лежат. Ну и сами крючки. Крючки вот они. Значит сюда всего входит два номера крючков. Третий и первый. Вот этот у меня третий номер. Ну это единичка. Единичка у нас идет на пятиграммовую и восьмиграммовую и десятиграммовую. А троек идет 14 грамм и 22 грамма. Номер этих крючков это Эглиглав 1823 серия. Дальше нам понадобится у меня вот такая вот пловечка для растопки свинца. У нас в Швеции нету газа, поэтому я пользуюсь электричеством. Она работает, то есть она на 110 вольт, я по случаю покупал в Америке. Дальше. У меня выпрямитель, который с 220 наших вольт переходит в 110 и плавим. И сам свинец. Свинец я понабрал килограмм наверное 300, набрал, разобрал электрический кабель. Ну что, приступаем к выплавке. Да, кстати, нам еще понадобятся бокорезы, нож и перчатки на всякий случай. Вот все, свинец плавится. Как только он расплавится, надо будет всю грязь убрать. У меня для этого вот есть вилка. И вилочку буду убирать. Вот, смотрите, сколько мусора. Это то, что от кабеля. Я его на стекло выбрасываю. Так, значит, ребята, у меня здесь произошел казус такой. То есть, когда я выливал, делал заливку в молд, у меня камера не включилась. Ну а проверять я не проверял. Сейчас, на следующий день, только когда я стал монтировать, я обнаружил, что у меня самой записи, как я выливаю, нету. То есть, я сейчас сделал монтаж, то есть, готовые джиги положил в молд. Вот. Видите, здесь нету слива вот этого, который должен быть. То есть, вот так они будут выглядеть. Вот. Так что, со всеми такое случается. На ошибках хочется, как говорится. Если бы я сразу перепроверил, то, конечно, такого бы не допустил. Так что, как-то вот так. Ничего, следующий джиги, когда буду выливать другие модели, там уже буду все контролировать. Вот. Вот. Теперь берем и обтачиваем. Все, готов. Сюда лепесток. Сюда горохвост. Леска. Все. Вот, вылил я джиги. Значит, сейчас буду делать монтаж. Для этого надо... Вот они, коречки. Значит, на 5, 8 и 10 грамм одеваем лепесток колорадо. Первый номер. Вот они, они. И на 14, 22 граммов второго номера колорадо тоже. Номер 1201-02 и 1201-01. Кольца буду ставить с помощью вот этого инструмента. Очень удобно. И легко. Джиги я всего-то отточил. Теперь они стоят спокойно. Ну что, приступаем к монтажу. Значит, так, берем кольцо. Делаем... Расщепляем его. Расщепляем его. И... Заводим. Сверельс. Прокручиваем. Все готово. Теперь... Лепесточек тоже самое. Прокручиваем. Вставляем. Прокручиваем. Все. Лепесточек готов. Следующие. И так до конца, пока... Все не оснастишь. Это на микроджиг 5-граммовки. 22 грамма. На 22 грамма уже второй номер ставим. Все готово. Сюда твистер. И обалденно ловится. Главное, когда ты делаешь проводку, он это стоит. По дну бьет, поднимает муть, а лепесточком еще разгоняет, привлекает рыбу. Ну вот все, что получилось у меня. Все оснастил. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставим лайки. В дальнейшем будет у меня больше видео об изготовлении других моделей джигов. Все, всем пока и не хвастай ни чешуи.